Это комнаты святая святых футбольного клуба. В небольшом помещении хранится вся экипировка игроков. Здесь и домашняя форма, и выездная. В клубе за нее отвечает Дмитрий Чесноков. К матчу с крыльями администратору пришлось готовиться не меньше других. Так как мы попали в 1-16 кубка России, игра будет проходить с крыльями Советов Самары, то по регламенту предусмотрено, чтобы каждого футболиста была напшита его фамилия в заде. Мы отдали наши майки игровые на фабрику, фабрику швейную «Аврора», и «Аврора» нам сделала фамилию. Готовиться на стадионе начали задолго до игры, сразу после последнего домашнего матча в чемпионате. Работники отмыли сиденья, а на газоне нанесли новую разметку. Готовились и сами футболисты. Помимо основных тренировок, команда разбирала видео последних матчей самарской команды. По словам главного тренера саратовцев, обыграть крылья его футболистам под силу. По имеющейся нашей информации, приедет 18 человек, которые обычно у них в заявке, а кто выйдет на поле, ну там такой состав, что будет вместо Джинжала играть Семшов, я думаю, разницы большой не будет. Мы готовимся как бы серьезно, и какой состав выйдет против нас, узнаем, когда протокол получим. В последний раз соперники встречались 11 лет назад. Тогда наши футболисты выиграли. Из Самары саратовцы увезли три очка, а главный тренер Крыльев после проигрыша Соколу решил уйти в отставку. Правда, его не отпустили. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив. Роман Базан, Алексей Чудин. Новости.